Брестская городская организация ветеранов традиционно в преддверии памятных дат, связанных с Великой Отечественной войной, проводит целый комплекс мероприятий, среди которых особое место занимают встречи в рамках круглых столов. Этот год для нашей страны особенный. Совсем скоро Беларусь будет праздновать 70-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Именно этой дате было посвящено прошедшее накануне в городе над Бугом собрание ветеранов и молодежи. Этот круглый стол, работа его шла в рамках того, чтобы побеседовать с молодежью нашего города и побеседовать устами ветеранов Великой Отечественной войны. Потому что мы все с вами знаем, что фальсифицируется история, искажаются факты, неправда о Великой Отечественной войне часто звучит. А кто знает так войну? Только тот, кто прошел. Особенно. Поэтому вот такой живой разговор с ребятами, с молодыми людьми. С каждым годом подобные встречи собирают все меньше непосредственных участников событий тех страшных военных лет. Годы отдаляют от нас не только ужасы войны, но и уносят воспоминания освободителей родной земли. Тем ценнее подобные диалоги подрастающего и военного поколений. Рассказы участников партизанского и подпольного движений, солдат и офицеров Красной Армии, работников тыла и людей, которые обеспечивали фронт продовольствием. Это возможность понять, что такое война и почувствовать значимость той Великой Победы. А это огромный вклад в дело патриотического воспитания молодежи. Мы понимаем, по настроению видим, когда встречаемся, что растет замечательная смена нам. Вы знаете, что я побуду, допустим, где-то в школе или в другом учебном заведении, или вот в любую встречу с нашим молодым поколением, я прихожу, как будто бы я где-то здоровье охлебнул, понимаете, еще какого-то. И для нас это очень приятно. И мы знаем, что мы этим делаем очень большую пользу. То есть патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения – это задача номер один для всех нас ветеранов. Чтобы никогда не было войны, такое пожелание, как своеобразный наказ подрастающему поколению, ветераны в ходе встречи произносили неоднократно. Люди, прошедшие через горнила военного лихолетия, как никто другой, понимают, что мирное. Чистое небо над головой – это величайшее благо, которое необходимо беречь, как одно из самых главных человеческих ценностей. И молодежь обещает выполнить этот наказ и быть достойными предложателями мирного развития нашей страны, фундамент которого был заложен много десятилетий назад. Такие встречи, я думаю, нужно организовать как можно чаще, чтобы шло формирование этого патриотизма, о котором все говорят, чтобы это чувство только благодаря этим встречам, непосредственно прямому общению оно и формируется. И еще раз спасибо большое ветеранам за то, что они пришли и за их большой подвиг.